Всем привет, ребят! Сейчас в этом ролике вы увидите, как я ездил за кабанчиком. Купили мы его через знакомых, но мне номер дали. Я не видел объявления этого кабанчика в объявлениях, я имею ввиду. Не видел на OLX, но мне сказали съезди туда. Там очень хорошие поросята. И так как мне нужен кабанчик для Веснушки и Витальки, то я поперся в такую даль. Я думаю, что это не очень дорого по дороге, я имею ввиду, потому что машина у Юрчика на газу. Немножко потратились по времени, но ничего страшного. Зато привез очень и очень достойного кабанчика. Ну а как я его покупал, вы можете увидеть уже дальше по ходу съемки. Вот так, я уже управился и сейчас уже еду домой. Так что всем хорошего просмотра. Ну и увидимся уже в следующем видео. А вас не трогают, да? Оно хорошее, крупненькие мамульки. Попейте заходите. Ой, не боюсь. Да-ка вдруг они меня это съедят. Не, давайте вы поймаете вот того красивого. Ну нет, я тоже держу вьетнамочек, а мне вот это ж нужен кабанчик. А я это. Ой, какие они хорошие. Точно не будут огрызаться? Девочки. Алло, я боюсь. А? Какая может? Девки. Ну мамки любят защищать детвору. А это наш папик. Огромный какой. А у вас, слышу, есть коза еще, да? Козлом пахнет. Ой, у меня козел один. Он уже у меня третий год. Я никак от него не избавлюсь. Козочка погибла. Козочки нету, один козел? Ой, она грызается на меня, я боюсь. Подождите, вот это. Он самый крупный. Да, прям красавец, красавец. Свиньи у вас шикарные. Ой, с черным пятачком. Ой, ой, она, ой, 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 сейчас кинется мамка. Ой, ой. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Как страшно, какие большие девки. Туда, сюда. Не торопитесь. Это мама, наверное, да? Мама, мама ругается. Ой, ой. Какая мама молодец. А мы что, у вас нету с собой, да? Не, мы в прицепчик. Покажите, я просто хочу, это, семеннички на месте. Ой, какой красавец. Два, да, все нормально. Давайте, я возьму. Бери лапочка, он мешок. Не, мешок не надо, нам в прицеп. Мы же с прицепом, бабушка. Ну, мешки донесете. Зачем? Я за ножку вот так. А что вы хотите за него? 800. Хорошо, красавец, вообще красавец. Да, мы же дети вам дают. Я хочу 1200. Хорошо, хорошо. Вот такой Валерчик. Ой, а как здесь выйти? Ой-ой-ой. Не переживайте. Красавец какой, красавец. Сюда, да? Все, все, все. Я вам отдаю за полки. Почему просто... Вы видите, сколько у меня пил. А вот такого маленьких не надо. Не, не, не бойтесь. Утки все равно страшно. Все равно страшно. Не, не бойтесь, собаки не ты. Ой. Не переживай. Не переживай. Вот дам, секундочку. Потому что первый раз. Ну, не, вообще, да. А вот этот забор, это утка-ферма? Нет, там была утка-ферма. Ага. В советское время. А сейчас, я даже не знаю, там все шито покрытым раком. Да, колючая проволока оттянули. Да, да. Такой забор, непонятно что есть. Тоже какой-то птичник вроде бы строят. А у вас вот это село одна улица, да? Или как? Да, одна улица. Тут село, вот это железка. Ага. И половина села там, половина. Когда железку строили, там еще несколько домов снесли. Ага. И вот это вот. Ну, тут, 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 тут. Вот там вообще не живут. Это я разговаривал с сыном вашим? Да. Ага. С сыном. Он в городе живет. Понятненько. А тут мальчик, ну, мой племянник, ну, что он тут будет жить. Так вот это я иду. А как еще раз село называется? Кравцевое. Кравцевое. Ага, спасибо. А ну, там еще как-то сейчас, сейчас же вот это все переименование. Ну, Кравцевое. Ну, счастливо. Спасибо, спасибо большое. Шикарнейший кабанчик. Что там, Юрчик? Проверяем. Все. Да мы сейчас будем ехать, он ляжет. Все. Вот это, вот это переживает. Ага, ты вот это палкой подпер. Все, прыгает малыш. Надо ехать, чтобы он не прыгал. Все, ребят, мы поехали. Ну, все. Все, ребятки, мы уезжаем. Такие, такие тут дебри. Куда едем-то, Свет? В общем, едем уже домой. И я не представляю, как бабушка сама справляется с таким огромным хозяйством. Там кнур огромный вообще. То есть условия, условия, ну, видно, что такие вот бабушка уже тяжело. Но уход за животными хороший, потому что они все огромные. Что это за болото? Я не знаю. А что ты не сюда поехал? Поехал, вот же дорожка. Да стрёмно там, там уже табрил. Иди сюда. Ну, если там накатано. Ты куда едешь? Где тут накатано? Тут точно яма. Сюда ты не вылезешь. Я им яму не буду. Ну, так вот, накатано, Юр. Вот сюда. Вот такие дела. Кабанчик просто великолепный. Дороже, дороже, чем я. Ну, и вы слышали. Дороже, чем я покупаю. То есть, покупаю, продаю. Я продаю по 600 гривен. Но они меньше. А это прям вот такой шикарный. Он до сих пор под свиноматкой. Я так понимаю, ей некуда их рассадить. И ты что, сел в этот? И они вот бегают до сих пор со свиноматками. Что они... Ну, в общем, классно. Классный кабанчик. Я думаю, что будет отличным производителем. Нормально там. Так что... В эту яму. А? Лишь бы не в эту яму. Мне все равно куда. Ну, все, ребят, мы поехали. Я потом вам покажу. Сейчас места, куда его посадить нет. Поверните налево. Здесь такое непонятное место. Я вам сейчас засниму. Мы уже там направо. Нет, там вообще нет. Тут он тупик. Тут он тупик, да. Вот знак тупика и... В тупике знак тупик. Да. Мы сейчас проезжаем какое-то огороженное производство. Я не знаю, колючей проволокой обтянута. Сейчас мы подъедем. Я вам покажу. В общем, этот населенный пункт. Вообще нигде на карте нету. Навигатор его не находит. Чтобы было стрёмненько. Смотрите, мы едем через лес. Вообще. И машину выключи. Как будто это. И включи аварийку. Да. Ой, я могу и так сделать. Да. Сейчас пойдет дым. Я не хочу. Ты можешь пустить дым, Юр? Да. Так у него пробитый этот. Сейчас. Стекло запотевает и становится страшно, ребят. В салоне сейчас включим свет. Сейчас настроим. Давай, давай. Декорацию. Так, пол и этот включим. Ну, качество поросят шикарное, ребят. Вот серьезно. О, смотри, уже начнем. Ой, нет. Что-то оно только воняет. Ну, запах на съемку не передается. Фу, пошел дым. Нет, я не тут сейчас, погодил так. Все вонять вот посерединке должно вонять. А дым пойдет? Да что-то нет. Так а что у тебя? Прогнила печка? Да. Порвалась или печка, или патор. Боже, надо открыть окно. Ну, хоть это, стекла. Да, вот вид, вид дремненький, да. Но на самом деле, я же говорю, настолько село отрезано от цивилизации, что просто, вот, я такого глухого, вот, правда, ну, в прямом смысле этого слова села не видел. Так, одна улица. Ой, еще и звук какой, этот, стремненький. Нет, красиво звучало. Вот такие дела. Ну, если без окна, то это выглядит вот так. Мы сейчас вот как раз подъезжаем к этой... Ну, на самом деле, дачу парады и все равно. Они ее называют утка-ферма, но она сейчас за колючей проволокой. И там строятся какие-то высокие, высокие здания непонятные. Ну, одноэтажные, ну, высокие, не знаю, что это будет. И все затянуто колючей проволокой. Как будто бы протер, так протер. Не? Я старался, как мог. Дай сюда. На. О, так оно и само. Оно все само продулось. Ну, сейчас подъедем. Потому что... Вот, ребят, смотрите, мы проезжаем возле вот этого... Ой, я извиняюсь. Ага, звук убери, да. Возле вот этого забора, который вот там натянута... Мне кажется, это электричество натянуто, не? Два проводка. Нет. Ну, там колючая проволока, а здесь два провода. Это для колючей проволоки. А, просто еще не процепили. А, ну да. Не-не, вот смотри. А может под напряжением? Ну, должны быть таблички еще под напряжением. А вот все затянуто колючей проволокой. Все говорят, что это утка-ферма была. А что это сейчас, я не знаю. Я и не знал до этого. И, в общем, она вот такая круглая по территории. Можно объехать с одной стороны, можно с другой. Это тут ускоришь? А? Ускоришь? Нет. Где-то 5-5 метров? Нет, ну я не буду все показывать. Я просто вот, ну, все, все в колючей проволоке. Это ж только мы половину забора проехали. Ну и шо? А вот там стоит... Да, вот это я сидел и смотрел на забор. Так можно перемотать. Класс-класс-класс-класс-класс. А, ну ладно. Ну вот. Поехали. Да. Ты ж просто в Ютубе не разбираешься. Ты ж айтишник. А вон какая-то... Блин, солнце светит. Откуда, только непонятно. Уже, наверное, ничего и не видно. Вот какие-то новостройки, заборы. Ну да, это ж новое здание. Или арбатуренное здание. Ну да, или старое, или новое. Ну вообще вот заборы... Слушай, там что-то написано было, надо было подъехать. Непонятно. Ну уже и не видно. В общем... Класс. Будем ехать домой, назад будем ехать через Харьков. Заедем. Перекусить. Куда? Перекусить. Провод надо перекусить. Можешь перекусить этот? Ой, а что, вроде же не было этого. Было. Да? Ты говорил, пожарка, нет? А что, ты не хочешь менять? Свет горит, непонятно. А что если... А может в комментариях напишут? Ну ели. Смотри, какая проходная. Ничего мы не ели. Но еще не были в городе. Я хочу работать здесь. Красиво, да. Вон какое-то здание строится. Здесь вот... Это, наверное, от железной дороги, да? В общем, ничего не видно, ребят. Ой, ребятушки. Вот мы и дома. Сейчас я вам покажу. Ой. Вблизи. Какой красавчик. Вот так. Вот так. Посмотрите на этого. Девки. Индюки. Эти все полегали, поели. Молодцы. Посмотрите на этого. Бутузика. Это просто невероятный красавчик. Ты, теленочек прям такой. Эх, это прям огромный Вьетнамчик. Очень большой. Шикарный. На ночь я его сейчас посажу. Сейчас 11... Сейчас, кстати, 11 часов вечера. И... Поездочка тоже выдалась. Не из легких. Я как всегда начал хунять уже в машине. Мне сейчас нужно покормить поросят. Я его на ночь посажу. Вон туда, где сидел тот кабанчик. Ну, а утром... Утром. Уже завтра. Я думаю, завтра мне никуда ехать не придется. Индюрики. Че вы позалазили? Сласьте. Сласьте, малые. Сласьте. Оп. Давай. 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 Кузань, иди сюда. Сейчас приоткрою сразу. Ох ты, как скачал. Глянь. Ты такой шустрик. А его посажу. Иди, мой маленький. Ой. В дороге долго ехал, да? Мой маленький. Ой. Ой, как спугнуло, да? Давай ножку. Давай, мой живчик, давай. Давай, живчик. Давай, давай. Оп. Оп, 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 оп. Ой, пузатый хлопец. Заходи сюда. Нет, нет. Нет. Андрей Сергеевич, нет. Нет, Андрей Сергеевич, нет. Нет, ты не выходишь. Так. Куда мы все собрались? Давай ножку. Давай ножку. Оп. Поймал. Поймал, поймал. Поросятки так и носятся. Ой, ой. Ой, ой, ой. Вот сюда. Вот так. Все. Этот раз мы везли его в закрытом прицепчике. Поэтому он вообще не замерз. Тепленький, отличный поросеночек. Завтра вам его покажу поближе. Сейчас мне нужно кормить свиней. Но я это уже сделаю без вас, потому что очень поздно. Ну нет, сегодня не так поздно, как вчера. Но хочется хотя бы немножко подольше поспать. Да? Ой, красавчики. Ой, хорошие. Освоился? Освоился, Пузань? Освоился, да? Ой, освоился, мальчик. Манюшечка. Ну все, ребят. Это кабанчик для, как вы поняли, для Витальки и Веснушки. Очень хотелось светлого, поэтому поехал в такую дальню. Ближе нигде нету. То есть я вам серьезно говорю. Вот эти 100 километров на газу, это не так-то и далеко. Просто по времени немножко дольше. Поэтому ничего страшного. Можно потратить один день на такую поездку. Но потом не жалеть о том, что у тебя плохие поросята. У меня свинки хорошие, поэтому им нужен отличный производитель. Для больших девчонок привез вот этого красавчика. Для вьетнамских привез того красавчика. Так что вот такие дела. Ну все, ребят. Буду кормить. Пошел я переодеваться. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Это все время цепочком играется. Продолжение следует... Продолжение следует...